Золотая маска Игорь Костолевский совсем недавно занял пост президента Золотой маски. Во время встречи с журналистами он признался, что возглавлять фестиваль для него честь, но в то же время огромная ответственность. Уже в зале Ульяновского драматического театра во время торжественной церемонии открытия Игорь Костолевский обратился к зрителям с приветственным словом. Дорогие друзья, какой у вас чудесный зал. Замечательный, совершенно замечательный зал. Мне очень приятно видеть вас здесь сегодня, потому что уже, знаете, в четвертый раз наш самый большой, престижный театральный фестиваль «Золотая маска» приезжает в вашу культурную столицу и привозит лучшие спектакли номинантов и лауреатов «Золотой маски». В этот день ульяновцы вновь увидели «Чеховскую чайку», но уже в постановке Ярославского государственного театра имени Федора Волкова. Спектакль стал номинантом премии в пяти номинациях. Режиссер Евгений Марчелли буквально с первых минут ошарашивает своей постановкой. Она красива, эротична, эмоциональна, комедийна, свободолюбива и трагична. Еще до официального полета на весь зал орут чайки. Занавес открывается и по сцене, пронизанной красными световыми колоннами света, нарезают круги белый живой конь, на котором сидит всадник в балахоне и с рюкзаком. Минуту зрители наслаждаются происходящим, после чего занавес вновь закрывается. Это действительно очень оригинальное прочтение Чехова, очень необычное прочтение. И приятно то, что в этом спектакле заняты ведущие актеры нашего театра. Нам очень приятно еще и потому здесь работать, что мы в Ульяновске впервые. Мы на театре никогда здесь не были. Директор фонда «Ульяновск. Культурная столица» Татьяна Ившина вручила Валентину Тугову благодарственное письмо губернатора за развитие отечественной культуры и театрального искусства. Спектакли «Золотой маски» шли в Ульяновске еще два дня на сценах Драматического театра и Театра кукол. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин